Здравствуйте! В эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. На повестке дня ресурсы, погода и господдержка. Самарской слихозакадемии завершился Поволжский агросезон. Убойная тема. Хозяйство из Красноармейского района открыло специализированный цех по забою скота, но столкнулось с трудностями реализации. Козья тропа аграрного бизнеса. Фермерша из Красноярского района наращивает рогатое поголовье и делает ставку на переработку полезной продукции. Своеобразные смотрины готовности к предстоящей посевной состоялись на днях в Самарской сельскохозяйственной академии. Поволжский агросезон собрал все заинтересованные стороны. Финансовые и сервисные компании, науку, представители регионального ментельхоза и самих аграриев. Перед весенним стартом не лишний все еще раз просчитать и напомнить самим себе, сев в сжатые сроки основа урожая. Тем более экономическая ситуация сейчас диктует условия – стабильно производить востребованную продукцию с высокой эффективностью. Пока картина вырисовывается оптимистичная. Техника, горючее и семена готовы на 100%. Да и с погодой пока фартит. Боясь сглазить, признаются сельчане. Запас очень хороший запас. Такого давно не было. С 10-го года 5 лет такого запаса не было. Денежные средства, которые обычно поступают, это связанные с поддержкой в области расселевого слоя. И хозяйство, которое занимается молочным животного слоя, это субсидии на лето-релизонное молоко. Они ничего не поступили. Это связано с общей экономической ситуацией, но они поступят. Мы временно прокредитовались, имеем денежные средства, закупили все это дело, и все готово. Но денег поступит. А настроение хорошее, ждем. И осень была хорошая, и запасы влаги, и наука об этом говорит. Центральным событием на форуме стало обсуждение финансовых инструментов поддержки отрасли. Несмотря на сохранение господдержки в полном объеме, в этом году изменится соотношение выделяемых средств из федерального и областного бюджетов. Сельхозпроизводители призывают как можно больше предлагать проекты, по которым идет целевое софинансирование из Ментельхоза России. Отрадно, что они полностью или частично уже были реализованы в нашем регионе, как поддержка проектов по реконструкции молочных фермеров, селекционно-семеноводческих центров или техничных комплексов. Важно вот эти изменения уловить и качественно документы подготовить. Задача губернаторам поставлены. Объемы господдержки сократиться не должны. Для того, чтобы это произошло, мы должны привлечь на миллиард рублей федерального бюджета больше, чем привлекли в 2015-м. Как это сделать, сегодня мы и рассказываем участникам форума. В кампании к уже выстрелившим проектам в этом году примкнут две инвестидеи по строительству картофеля и овощехранилищ, а также разработка по созданию еще одного мощного селекционно-семеноводческого центра. Все они получат федеральные дотации. На форуме объясняют, условия получения господдержки стали жестче, и выполнение целевых показателей зависит от каждого сельхозпроизводителя в отдельности. В случае снижения объемов производства мяса и молока, даже внесения минеральных удобрений, можно получить штрафные санкции. Однако для беспокойства нет причин. Губернские аграрии создали крепкую подушку безопасности и научились готовиться к экзаменам заранее. Та подготовительная работа, которую проделало правительство, министерство Самарской области при поддержке Министерства сельского хозяйства России и тех мер поддержки, которые сегодня на государственном уровне есть, нам позволяют сегодня говорить о том, что мы, есть комплекс работ, связанных с посевной компанией, проведем вовремя, и заложим тот фундамент, который мы надеемся, что в этом году нам даст такой же устойчивый урожай, и мы планируем собрать как минимум 1,8 миллиона тонн зерна в этом году. И на это мы как раз настраиваем и сельхозтоваропроизводители, на это мы настраиваем все те программы и меры поддержки, которые есть на сегодня в области. Продуктивный диалог на форуме в скором времени перейдет в практическую плоскость. Мнение сторон включат в разработку новых программ поддержки АПК. Зеркальные благоденствия. С виду так и скажешь. Справные казахские блондинки на одной стороне колды поглядывают на визави и стараются не отстать. Плотно потрапезничать и помечтать о лете. Зимовка выдалась не совсем идеальной. Корма, заготовленные хозяйством впрок, засырили от беспрестанных оседних осадков. Но что не сделаешь для своего детища? На стороне было закуплено все недостающее, чтобы меню было разнообразным и калорийным. Это сельхозпредприятие из Красноармейского района образовалось 6 лет назад. Начинали с 20 голов скота казахско-белоголовой породы. Сейчас же стадо в прямом смысле потучнело. Более 500 мясных персон, которые из года в год пополняются племенными сородичами. В 2015 году мы получили два отелы. Это вот начало года и вот конец года. Маленькие у нас телятки уже мы отбили в этом году. В принципе, у нас казахско-белоголовые, но были закуплены быки-производители породы Гирефорд, Большой Черниговки, чистопородные, которые нам субсидировались. За что большое спасибо, конечно, нашему правительству. Ну и, конечно, мясные качества. Ну как, в принципе, это и видно, то, что у нас стараемся, чтобы они были более круглой, более выраженной, грудь поглубже, тело подлиннее, как можно больше. Ну, потому что тушка есть тушка. Она должна быть выполненной, полноценной. В силу своей специализации хозяйство занимается продажей молодняка и, собственно, мяса. Однако характер реализации второго пункта владельцев не устраивал. За скотинкой в основном приезжали перекупщики. Разделывали где-то на коленке. Вдобавок, вступившие в силу требования техрегламента в рамках таможенного союза, вынудили сельхозпредприятия отказаться от этой кустарности и создать цивилизованные условия. В итоге на ферме заработал модульный убойный цех. Затраты на строительство и ввод в эксплуатацию составили 7 миллионов рублей. Половина стоимости оборудования хозяйство вернулось в виде субсидий по специальной областной программе. И мы хотим, и вот как бы сделали все, чтобы было цивилизованно. Убойный цех здесь вообще забойщикам удобно работать. Подъемные механизмы, все это дело работает, тельферные пути, холодильники. Мясо дозревает от суток до трех в холодильнике при пониженной плюсовой температуре. Свежее мясо – это не мясо. Оснащенный оборудованием российско-белорусского производства, убойный пункт способен произвести забой до пяти голов в сутки. Можно и больше, признаются специалисты, если уладятся проблемы с реализацией. По четвергам у нас рынок, в Красноармейске, в Пестравку, в среду там рынок. И как бы получается, и в Самару на ярмарке ездили. Но почему-то в Самаре выручка. Две-три тысячи – это ничего. Продавец, водитель, бензин, клемешка. Почему? Не берут? Все хотят очень дешевого мяса. Очень дешевого. Может быть, и покупательская способность на усиление такая. Но, кстати, в райцентрах выручка больше. Мяса там достаточно. Мы везде объезжали. Ну, конечно, это непростой вопрос, очень сложный. Мало того, что вырастить поголовье, это не знали. Но надо наработать рынок. По-другому никак. Надо находить какие-то другие услуги, вплоть до того, что интернета выставлять, формировать и доставлять до места. В вопросе с реализацией мяса в мегаполисе хозяйству может помочь региональное министерство сельского хозяйства. Сами тоже сложа руки не сидят. Есть возможность поставлять высококачественное мясо в детские сады района. Здесь не скрывают, первый шаг, он трудный самый. И задача предоставить жителям свой выращенный продукт без посредников вполне решаема. А где здесь картошка? Достало жуку. А все потому, что клуб не забыли опрыскать табу. Применяя препарат табу при посадке, вы защитите картофель от колорадского жука и проволочника и гарантируете себе отличный урожай. Табу при посадке, картошка в порядке. Ее путь от дома до работы занимает каких-то две минуты. И если вдруг с утра атакуют хмурые мысли, что бывает крайне редко, она знает наперед, ее подчиненные быстро поднимут настроение. Хотя кто подчиненный, а кто начальник, еще вопрос. Никто не упрямится, все строится на взаимной любви. Так и общаются. Галина Самаркина и ее задорный козий бомонд. Смотрите, мудрости такие. Если вот заходишь, долить, если сюда, все оближут. Ой, ой, ой. Все оближут, все исцелуют. Это вся ласковая скотина, вся ухоженная. Нюрка, конечно, сновообразная. Что-то ей не нравится, и она может поджать и выметь так, что надо ее сначала чесать, там все дать вкусненького. Вот раз, отпустит. А так подожмет и выметь, что как будто там молока нет. Ну, привыкали, конечно, вот эти козы, которые мы привезли, конечно, они адаптировались целый год. Ферма Галины Геннадьевны с символичным названием «Самарская коза». На гербе губернии города окрасуются именно эти животные. Единственная в своем амплуа получила грант на развитие. Полтора миллиона рублей пошли на закупку племенных альпиек и заанинок. Судя по принесенному потомству, новобранки освоились. Два козла. Вот. Ну, прям самцы. Прям самцы. Это первоходочка. Ну, по первоходу. Это Женька. Вот папашка, видишь, ушки какие? Потому что это, ну, бицкий, у меня козел там старый. Вот. Она сама азанинская. Но ушки папины. Вот. И получилось у нас полукровый. Вот. Ну, давай, давай, давай. Вот. Это вчера козочка ягнилась. А этот детский сад лучше всяких антидепрессантов. 70 козлятушек-ребятушек легко отпирают свои ясли, чтобы пообщаться со своей второй мамой. Уже здесь случались и мои козы, потому что у меня тоже хорошие козы. И те, которые привозные. Вот. Вот какая красавица. Вот она, красавица. Это разве не красавица? Вот ее выбрали. Вот. Кто скажет, что ей месяц? Видите, какая крепенькая вся. Вот ее выбрали. Вот клеймо дали ей альбинка имя. Вот. Это вот альбинка у нас. Да, это на продаже. Не зря говорят, что козу лучше покупать не на рынке, а у козовода. Галина Самаркина и себе крепкое племя растит. И другим коллегам готова предложить справную молодежь. С этими домашними докторами общается уже 20 лет. И уже не представляет свой день без бородатых обаяшек. В первую очередь желание. Желание огромное. Потому что я просто ушла в эту работу. Мне очень интересно это животное. Мне кажется, умнее в животном вообще больше нет животных. Мне нравится самое главное. Но здоровья у меня на козье молоке. У меня здоровья хватает. Цветем, работаем. Ну, не могу я без них. Я даже чувствую, когда с ней что-то не то. Вот там что. Стою утром, говорю, Толя, наверное, сегодня у меня там Мими оягнилась. Или там Маргоша оягнилась. Да, чувство у меня прям какое-то, как у матери, что ли, сердце подсказывает. Вот, даже такое вот чувство. Ну, приросла. На Ниве производства молока в хозяйстве трудится порядка 60 казоматок. За комфортные условия проживания и ласку отплачивают количеством и качеством полезного продукта. Моя, моя девочка, моя ты красавица, умница, умница. Мамина любимка, мамина любимка. Давай, вставай, вставай. Вставай, девчонка. Давай, вставай, моя девочка. Ой, теда, вот. И вот, тихо, 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 мими. Тихо, тихо, девочка. Все, 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 не танцуй. Молоко жирное. 12% жирности молока – это, я просто говорю, что общее. У Машки, у Козы, значит, сдавали на анализ 14,7 жирности показала. За последний год крестьянско-фермерское хозяйство вышло на новый уровень. Молочки стало столько, что за ней приезжают оптовики. Но семья Самаркиных своевременно смекнула – более рентабельным делом является реализация не сырой продукции, а продуктов переработки. Поиск информации в интернете, посещение всевозможных мастер-классов. В итоге опытные козоводы получили первый опыт сыроварения. Как в воду глядели, спрос на домашние твердые и рассольные изыски оправдал ожидания. Это вот твердый сыр гауде, это вот сыр пармезан, это кламбер, это косичка, как обычно делают, это быстрые сыры, адыгейские и брынза. Ну, так еще я делаю, значит, мягкие сыры, это фета, рикотту, такие вот сыры, плавленые сыры делаю. В прошлом году было 80 литров молока в сутки, в этом году я считаю, что будет где-то 150, может, по 200, потому что хорошие, значит, оставила я и коз хороших, и хороший результат уже, сейчас они явились, уже хороший результат. Если мне не будет хватать, я буду скупать молоко. И я поставила цель, не только мечтаю, но и цель поставила, что создать небольшой цех для переработки молока. Что мне нужно? Мне нужно, значит, сыроварение, значит, хотя бы на 100 литров. Новую бизнес-идею Галина Самаркина собирается реализовать уже в этом году. Накуплен свой капитал и есть надежда заручиться поддержкой аграрных ведомств района и области. Козовод намерена увеличить дойное стадо до 100 голов и снова бороться за грант по программе «Начинающий фермер».